Ну чё, ребяти, привет! С вами, как всегда, Клауд, и это, как всегда, Сноураннер. Я надеюсь, вам всё ещё интересно, потому что меня она не отпускает, мне реально хочется в неё играть. Единственное, что вот активность, хотелось бы от вас как-то побольше, но я понимаю, что игре уже сколько лет. Я газ жмал, может, нет, смотрите, нажму газ. Только сейчас, только сейчас дёрнуло, смотрите. Нажимаю. Нет, стоп, подожди. А, это был задний ход, наверное, да? Нажимаю. Вот сейчас поехала. Нажимай назад. Вот сейчас поехала. Прикольно. Хорошо, ребят, давайте заниматься дальше, чем мы занимались, а именно, мы, ребят, наверное, сейчас будем отцепляться. Нам нужно пересесть на рояльчик, здесь мы отцепим, точнее, наш прицепик. Может, сначала нам нужно кое-что другое завести. Запускаемся. И нам нужно ровненько развернуться, поехать куда-то вон в ту сторону, да. Видите, там девушка какая-то находится. Разворачиваемся. Красавчики, да. Хорошо. Налево-направо. Всё, понял. Кстати, вот то, что говорили разработчики, вот реально потом вышло, после патча вышло видео от разработчиков, там реально, они с вами даже видео говорили, что произошла оптимизация игры, и она, типа, ну, больше фпсов, короче, как игра выдает. Поэтому, ну, я вижу, что реально больше фпсов. Так что, опять же, рекомендую, у кого были проблемы, были лаги. И вот сейчас игру пода сейчас пода оптимизировали, и реально, по-моему, всё очень классно стало. Она была неплохо, но сейчас прям вообще чувствую, что реально лучше стало. И за это разработчикам большое спасибо. Кстати, вы знаете, что в комьюнити игры насчитывает на текущий момент 1 миллион человек. То есть, как минимум, 1 миллион копий было продано игры. А для такой инди-игры, можно сказать, ну, это инди-игра, фактически, это же не АА-проект. Это очень крутой показатель, и вот этот трифт, который вышел на таймере, это была первая бесплатная DLC, да? А дальше уже в течение двух месяцев нам обещают показать первая платная DLC. Ну, то есть, у кого версия платинум, те, естественно, собственно, не надо им париться покупать. А все остальные будут покупать. И что будет в этом DLC, разработчики хранят в секрете. Хотя, как бы какая-то секрета, там, типа, говорили примерно, что будет, но на самом деле фиг его знает. Слушайте, я бы как-то вот подозрительно медленно поднялся в гору, я думал, честно, я уже не поднимусь. Напоминаю, что у рояла нету у нас блокировки дифференциала. Но при этом, если газ не нравится сильно, то он, наверное, не проходит. Но, видите, у него в горочку, круженому нашему, круженому нашему машине, хватает банальной, мне кажется, мощности двигателя. Хорошо бы найти новую мощность. Так, и тут мы заберем, тут есть какое-то стезание, но нам нужно прицепт забрать, только какой из них вопрос. Вот это вот, типа, всему. Да, давайте посмотрим эту миссию, я уже забыл что-то. Миссия, миссия, вот она, миссия, тентованный прицеп. Все, забираем, отвозим. Поехали, задний ход. Какие-то палатки, какие-то мусорки. Ну, ничего себе, ребята. Хорошо, время проводит на природе. Так, купляем. Все, поехали. В грузовике, позже по всему, какие-то кирпичи находятся. Давай кирпича. Ну, вот. Ну, я думаю, что мы идем без проблем. Вопрос. А на той карте, куда мы едем, как далеко находится эта гребаная цепилка, и как легко там туда будет проехать? Ну, все, что нужно, я уже подготовил. То есть, видите, какие приколы. Все нужные ингредиенты, да, то есть, все нужные грузы у меня с собой есть. Прицеп даже к развилке притащил, по которому тащили мы всю серию прошлой. Ну, конечно, там была серия не только по прицепу, но про многое другое. То есть, по сути, нам нужно будет доставить. Но вопрос, что же будет дальше? На той карте, по-моему, там дамба, эта карта, нет, подожди, это карта дамба. Там карта называется, называется Остальное озеро. И название Остальное озеро, скажу честно, доверие мне не внушает. Перейду на понижнюю передачу, чтобы не перевернуться на всякий случай, чтобы ехать стабильно. Понимаете, в чем прикол? Так уже можно автомат. Вот, ну, давайте до этого, до этого, до этой самой локации, до этого озера островного. Собственно говоря, я узнаю, насколько там больно. А я вот что-то думал, что машина не едет, да? Так я все это время на переднем приводе еду, в смысле, на моноприводе, на заднем приводе еду. Я думаю, что она не тащит как-то так? Будет же нормально, тащила. Ребята, отбой. Нормальная мощность мотора не нужна, просто я забыл врубить полный привод, оказывается. Все нормально. Это мой косяк. Извините, как говорится, бывает. Так, подъезжаем. Ну, поехали. Я, по-моему, там был, что-то открывал на этих вот островах, сколько я помню, катался. Да, а, я помню эту локацию, она не такая серьезная. Если выехать влево-право, да, это проблематичная часть. Но дальше, в принципе, не так сложно. А лесопилка на сегодня находится. Да, здесь надо будет мост достроить. Но проедем рядом, я думаю, без проблем будет. То есть, надо примерно себе маршрут выстроить, куда будет ехать. Да, думаю, что будет изи. Но надо будет как-то сюда починить этот мост, потому что наверняка на этой лесопилке будем неоднократно кататься. Этим будут реальные проблемы. Да, я ехаю сегодня на заднем приводе. И говорю вам, что-то она в гору не едет. Так это, прикиньте, такая загруженная машина в гору на заднем приводе заехала. Шикарная машина, ребят, верите. Не пожалеете. Так, ну вот это место погано, вырубаем уже полную вреву. Поедем с левой стороны, потому что там хотя бы есть где зацепиться, если вдруг что. А, ну сюда, по всему, нужно какие-то доски привезти будет. Но я не вижу пока. Что-то мы прям так провалились, блин, под землю. В грязь. Давайте посмотрим. Тут зацепа, в принципе, очень много. Но, видите, мы уже не едем. Но у нас, конечно, очень сильно нагружен машинок. Справедливости ради. Мы будем пытаться себе толкать левёдочкой. А что ещё делать? В те времена тут темнеет. Тоже не очень хорошо. Хорошо, и цепляемся подальше. Но я не вижу почему-то контров, что сюда нужно что-то довозить. Вот, что-то смущает. Там же, когда подъезжаешь, такие контров, что когда нужно что-то привозить, там написано, что нужно привозить. Их почему-то здесь нет, но явно нужно, они должны здесь быть. Так, у нас проблема, мы не можем, ну где-то выперлись. Да. И вот по такой местности, единственная нормальная машина, которая может реально нормально кататься, это вот эти патрикколы, либо уазика на больших... Ну, в общем, на те колёса, которые для болота предназначены, они будут просто банально плыть, но они будут ехать. И там даже не надо будет лебёдка. Здесь же, вы видите, я очень сильно страдаю. Но благо нам везет, что здесь есть возможность банально хотя бы зацепиться. Если бы не было, мы бы с вами куковали. Ещё вопрос вот как там проезжать, там тоже с проблемой зацепом. Наверное, надо попробовать как-то вот здесь прямо выехать и поехать тот мост с правой стороны. Я думаю, будет оптимальный вариант. Но проблема в том, что я даже не могу выехать нормально, понимаете? Всё очень печально. Как выехать направо, я даже не знаю. Вот я проезжаю направо, чтобы выехать, пока как-то не могу. Потреблять левее, там что-то искать. То есть у нас приличные проблемы Хьюстон, как говорится. Не знаю, как я смогу этот выехать. Возможно, подъехать за машиной, помогать машину вытаскивать. Но нам повезло, благо я зацеп за эту ёлку был всё-таки не так далеко. Благодаря тому, что у меня длинная лебёдка, я, походу, смогу это сделать. Ну вот, а дальше как хорошо, здесь смогу. Хотя, видишь, как смогу, вот всё. Не могу никуда ехать. Я не могу просто даже на дорогу выехать. Хотя справа там вроде бы можем достать в теории, давайте посмотрим. Так. Ну, нам повезло, мы достаем. Вот спасать сейчас реально длинная лебёдка. Но я думаю, что мы сейчас будем здесь ночевать, потому что я нифига не вижу, как здесь по грязи. Мы сейчас хоть немножечко выйдем. Вот, давайте здесь поспим. Грязюки. Глуши мотор. И идём спать, друзья. Не доехали, идём спать. А что ещё поделать? 6 утра, запускаем движок. И как-то планируем проехать вперёд. Ну, я вижу, только с правой стороны как-то проезжать возможно. Потому что зацепы какие. Вот здесь только, видите, они где-то по правой стороне. Разцепляемся, но попробуем проехать. Но у меня по-прежнему какое-то стальное подозрение, почему нету миссии. Возможно, здесь вот на этот мост нужно миссию брать где-то в другом месте. Скажем, вот, например, вот здесь вот. Почему не миссия называют, смотрите как. И горит именно отказ, как сказать. А если бы надо, что, по сути, вот эту вот штуку, надо вот сюда сначала заехать, взять миссию. И там тогда нам будет понятно, что сюда нужно будет привозить. И мне почему нужно это будет сделать. Сейчас вот я сейчас, наверное, всё-таки как-то доеду. Здесь у нас может быть даже получится. Но потом поеду, буду срочить нахрен этот вот мост, потому что это очень большая проблема для нас на самом деле. Всё, я никуда не еду, друзья. Опять 25. Нас здесь реально спасает именно только длинная лебёдка. Смотрите, вот сколько я проехал. Если бы не было длинной лебёдки, я бы, наверное, всё-таки бы не проехал. И то, что здесь положили разработчики хоть немножечко вот этих упавших деревьев. Хотя очень странно, что упавшие деревья позволяют за них цепляться. Потому что они же упавшие, да? Как я за них держусь, я даже не представляю на самом деле. Что их там привели гвоздями? Или что? Деревья как сваи. Там они же просто лежат на боку. Это очень странно. Механика небольшая. Небольшая странная механика. Так, вот мы сейчас просто с дерева сломали это дерево. Назад мы уже не сможем так проехать. Но назад мы будем легче намного. Хотя тоже, я боюсь, что сильно нас не спасёт всё это дело. А пробуем выехать без лебёдочки. Мне главное, вот на эту дорожку выехать. Тут, в принципе, более-менее нормально с грязюкой. Машина пытается это сделать. Немножечко пролим рулём. Всё, выехали, слава богу. Я думаю, что всё будет нормально. Более-менее, да. Ну, то есть, это мост, это реально нужен строй, потому что он реально будет нам в будущем очень сильно мешать. Потому что ехать слева-справа на любой машине, кроме какого-то жёсткого вездехода, невозможно просто. Хотя у нас тоже, в принципе, вездеход. Так, сначала мы выгружаем задний прицеп. Вот он. Это был первый этап, друзья. Дальше нам пишут вот. И у меня с собой, как раз-таки, эти вот бетонные блоки есть. А я сейчас сразу выгружу, смотрите. Так. Появится в объезд, да, как-то проблематично будет явно ехать. Либо как-то... Ну, давайте попробуем. Если не будет проблемы, я просто привезу в другую машину скаутом. Скаут здесь тоже, наверное, не проедет. Ну, я трекол привезу, короче, и будем треколом пытаться приезжать. Главное ехать, если резко въехать, чтобы успеть зацепиться. Спасало, я и сдох, да? О, тут много чего зацепа. Я слева всё поломал, а справа есть. Машина у нас лёгкая. В теории мы нормально здесь проедем. Но это дичь, вы видите, ребята, просто дичь. И как мы будем ехать обратно с прицепом сюда, я, честно говоря, не знаю. То есть мне так, мне просто в объезд какой-то ехать. По-другому никак. Так, вторая проблема в том, что мне бензина, той же, точнее, солярки не так много, потому что надо тоже будет где-то заправляться по-хорошему. Так, ну это вопрос. Я ехал с правой стороны. Давайте пойдем слева, потому что справа я всё поломал. Эту штуку будем слева объезжать. Но тоже, смотрите, насколько я далеко уеду. Всё. Здесь полная дичь, здесь просто никто не справляется. Здесь нужны треколы. И боюсь, что придётся мне за ним ехать. Причём, друзья, самое интересное, что я могу не ехать за своим прицепом. Я могу, оказывается, вот это прицеп с правой стороны. Давайте, в принципе, так этим и воспользуемся. Здесь есть прицеп с нужными мне балками. Он как раз-таки находится здесь рядом. Но проблема всё остается с бензином. Точнее, соляркой. Надо будет что-то сюда пригонять. Заправщик и заправляться. Но, видите, здесь тоже оказался прицеп. Я как-то не заметил, но да, оказался. Так, вот этот прицеп. А, он оказался, смотрите, какой. Он оказался для сцепки. Блин, какова фига. Я со зря ехал. Он для сцепки, оказалось. Я не смотрел, что здесь, да, мне два колеса. То есть я не смогу его забрать, да? Ну, друзья, есть ещё один, смотрите, прицеп. Вот. Точно с такой же, с таким же грузом, но он тоже такого же типа. Тоже нужна сцепка. А есть ещё один прицеп. А, есть здесь станция погрузки. А, вот здесь есть тоже прицеп, но тоже вот такой же типа. Полуприцепы всё. Для них мне требуется сцепка. А, вот, значит, зачем за своим прицепом. Да, друзья, смотрите, я ещё нашёл это задание. Это, которое, помните, говорил про мост. И в этом месте, вот в этом месте этот череп, он, да, оказался, судя по всему, для этого моста. Можно, в принципе, его взять, это поручение, на будущее, чтобы знать. Давайте возьмём, наверное. И вообще глянем, что вообще требуется. Так, а как посмотреть, вопрос только. Вот он. А, какой мост? Мост Боба, да. Четыре деревянные доски нужно привезти будет. В два места завезти. И я боюсь, мне придётся сейчас этим заниматься, потому что с этим явно проблемы. Четыре доски, да. И заправки здесь тоже нету. Ехать далековато. Ехать по полной фигне, как вы видите. Только если вот так вот так объезжать. Но проблема с топливом. Ладно, давайте пока вернёмся на старую локацию. Там будем решать, потому что пока не ясно. Но, в целом, видите, да? Миссии такие интересные сделаны, хитро поставленные. И это мне, на самом деле, даже радует, потому что это очень интересно. Так, мы возвращаемся в нашу старую локацию. Ну и вот наша старая локация. Старая добрая. Здесь, кстати, на той локации было пасмурно. Здесь, смотрите, светло нормально. То есть, через тоннель проехали, да? Там пасмурно, дождь идёт. Здесь всё хорошо, солнышко светит. Интересное решение. А, у меня тут даже двое досок есть. Я специально, по-моему, загружал для моста доски. Ой, я продуманный, чувак. О-о-о, так мы сейчас можем, ребята, завести доски заодно. Идеально. Идеально. Ну, видите, какой грамотный здесь прицеп? Здесь прицеп, он не требует сцепки, потому что он на трёх осях. Ну, как обычная стационарная машина, как обычный стационарный прицеп. И это, по-моему, очень круто. И я, по-моему, не зря это сделал. Потому что это был на такой вариант. Так. Да, единственное, что она как-то заправиться будет. Заправить. У нее интернет шла очень мало топлива. А где, вообще, моя ближайшая какая-то цистерна? Есть ли заправка? Цистерну я где-то оставил, где-то очень далеко. А, вот она. Слушайте, мне надо с ней её забрать, потому что, блин, не вариант. Тогда здесь глушимся. Давайте пересаживаемся в Мэйн Интернешнл. И попробуем поехать забрать цистерну. Сюда её привезти. И всех заправить. Там уже полном остатки бензина. Там, по-моему, 280 литров осталось. Но мне должно хватить. Чтобы нормально покататься. В принципе, я думаю, будет всё хорошо. И мы сегодня у нас сможем и мост до конца застрой закончить. В принципе. И миссию выполнить для лесопилки. Ну, наверное, так, по планам так. Там посмотрим. То есть возвращаемся. Чтобы мы сейчас ехали через полное говно. Не знаю, сможем ли мы проехать. Но у нас очень хороший скаут. Который, в принципе, тоже со всем справится. Сказал я и заорылся насмерть. А понижающий. Что? Ой, повезло, что здесь... А, ну я же перезагружался, поэтому ёлочки все остались. Ну, скал такой себе, да? Тут я на трек-колу не хватает. Вот для такого говна, для такого болота, трек-кола здесь, или хотя бы тот уазик, были бы идеальны. Ну, мы не ищем легких путей. И, вы знаете, я люблю помучиться. Поэтому едем на... Поэтому скалате, потому что мне он очень нравится. Внешне, и, в общем, очень хорошая машина. Ну, видите, пока он придет нормально. Если что, когда мы возьмем цистерну, там будут проблемы, скорее всего, большие. Потому что это дополнительный вес. Ну, думаю, что справимся. Все-таки, блин, красивая игра. Вот я еду, сейчас мешу грязь. Так это вода разливается красиво в брызги. Все сделано прямо очень круто. Что, ребят, вот наш цистерн. Давайте ее забирать. Я, конечно, очень много елок поднял, когда ехал. Здесь сильно проблем с этим не будет. Ой-ой-ой. Но цистерн мне очень нужна. Сколько она там по литражу, я уже забыл. Осталось? По-моему, 280 литров примерно осталось. Давайте посмотрим. Заправиться. Ой, даже очень мало осталось. Слушайте, я уже почти все со стороны расходовал. Однако когда-то была... В этой серии 10 назад, в ней было, по-моему, литров 900. Я правильно помню. Ну, полная, собственно говоря, была. То есть, 100% полная была. Даже полную заправлял. Ну, а теперь приходит лазить. Ну, то есть, я играю, как бы, немножечко в РП ситуацию. То есть, я, конечно, мог бы телепортнуться, забраться, закрузиться. Ну, это неинтересно, друзья. Мне сам просто... Не знаю, как вам, но мне, например, само это просто неинтересно. Поэтому, по этой причине, я стараюсь сделать все максимально реалистичным. Да, это может быть геморройность. Но... Так нужно. Это будет, так сказать, правильно. Потому что, видите, так сложнее получится. Там еще попробую туда вытащить. Хотя там уже мало бензина. Она вроде не такая тяжелая, но... Попробую вытащить. Проблематично пока что. Хотя, друзья, смотрите, интересная вещь. Оказывается, в этом месте... Можно было даже прицеп не загрузиться. Там, где я грузился, помните? Со склада. В этом месте, оказывается, были балки. Смотрите. Все, что нужно для моста. Был бы стоял бортовой прицеп. И были балки. То есть, можно было вообще три пцепа отсоединить и ехать. Блин. Ну, кто же знал, друзья, да? Зато я загрузился еще деревом попутно. Поэтому, возможно, даже это в плюс получилось. Но, тем не менее, если кто будет покатить эту миссию, знаете... Разработчики, в принципе, иногда продумывают миссии. И не есть смысл этим пользоваться. Также, ребята, из интереса, смотрите, где-то есть вот такая трава. Там есть зацепы машин, смотрите. Вот ведь я вот еду по траве. Я не поехал по дороге. Потому что там явно грязь жесткая. А вот где такая вот трава растет в болоте? Ну, зацепы есть. Я до сих пор еду. Еще не цеплялся лебедкой. Давайте автомат включим. У тебя мощи не хватило. Ну, этот какой-то, по-моему, въехал. Он сломается. Въехал в какую-то ветку, наверное. Но, в целом, проезжабельно. То есть... Пользуйтесь, друзья. Моими лайфхаками. Прямо показа. Потому что... Ну, да, была, скорее всего, мешала какая-то ветка. Потому что работает. И здесь будет легче поехать, чем проехал бы я с левой стороны. Мне так кажется. Ну, вот так и есть. Ну, собственно говоря, и выбрались. Так, я же говорил, там, где-то все-таки трава вот эта, которая зеленая. Там, реально, все-таки зацеп есть лучше. И, если видите, если у вас выбор ехать в грязь или ехать по такой траве, и вам кажется, что вот эта трава там и тонется. Едете по траве, там, реально, зацеп вам все лучше. Там в грязи... Грязевики так не тонете. Проверенный клаудом, как говорится. Знаете, в общем, уже клеймо ставит, там, тыщ, штамм. Проверенный клаудом. Так, ну вот мы подъезжаем, друзья, наконец-таки. Давайте перезаправляем эту машину. Сторожмаживаемся. Ручничок. Главное сейчас не лохануться, управлять правильную машину. Маленькая цистерна, нам нужен роял. Ну, давайте, в следующий раз, подстрахуемся. Я все-таки заправ... А, подожди, он в моей машине-то остал? О, у меня еще в пикапе 100 литров осталось. Чего я парюсь? Тогда максимум в роял цистерну заливаем. В пикап в себя тоже заливаем. Мне пикап пригодится. Платя по максимуму тоже, да. Идеально. Ну, я попробую еще отремонтировать. Днемшка там, бился где-то. А, ну у меня ремонтных запчастей больше нет. Я все потратил. Хорошо. Тогда отъезжаем подальше. Здесь, да, машину специально ставим сюда. И пересаживаемся в рояльчик, наш любимый. Пересесть. Да, то есть, ребята, как я уже показал, вот в этом месте можно забавить будет еще один прицеп. Можно было бы забавить прицеп как раз-таки с этими самыми балками, которые я в здании загрузил. Но у меня преимущество в том, что я еще додумался загрузить еще доски, которые мне нужны для ремонта того моста, понимаете? В общем, как я лайфхакнул. Ну, мне просто интуитивно. Мне подумал, что они не пригодятся. И нам повезло, друзья. Но, тем не менее, у нас почти полностью заправлены рояльчик. Поэтому с этим проблем не будет. И так, вот наш первый мост. И мы его чиним. Я думаю, надо первый починить. Ладно, в тромбе мы как-то пытаемся заниматься всем этим. Разгружаем. Идеально. Я прям все продумал. Я красавчик. Я знаю, да. Сам себя не похвалишь. Никто не похвалит. Но почему бы и нет, друзья. Видите? Освободился. И нам будет, кстати, легче толкать прицеп, потому что прицеп будет легче в теории. Если, конечно, здесь физика это работает, то будет, естественно, легче. Все. Это плохое место. И мисс будет легче выезжать, заезжать. Вот вопрос. Полный привод. Как здесь проезжать в этом месте опять? Заспаунились ли обратно в сети? Слушай, походу, когда загружаешь заново уровень, когда перемещаешься через туннель, по-моему, аббата все подгружается, друзья. Нам повезло. Вроде как. Но поверим еще попозже. Так. Там дальше я, по-моему, ветки ломал. Хотя я ветки уже не ломал, я не помню. Сейчас поставлю понижайку, бесполезно, по-моему. А ты немножко, ну, при понижайке очень мало момента идет у этой машины, именно у этого экземпляра. Поскольку нет у него блокировок дифференциала, у него, именно межколесного дифференциала, у него на перед при понижайке очень мало кидается момента, и поэтому он плохо гребет в теории. Но, тем не менее, мы гребем, но мы подчас легче, чем были раньше. Так. Посмотрим. Поехали. Ну, пока мы хотя бы на элке, а сейчас тратим вроде бы как меньше топлива. Но при этом, конечно, все, как-то скорость... А если на А переключусь? Сразу... Нет, столько же тратим, кстати. Когда боксуем, на удивление. Поэтому нет смысла должна здесь ехать, в принципе. Так, ну-то большой прицеп. Там-то был тентован, а здесь у нас здоровенно с рампой. И вот здесь слева, старый, поломал деревья. Если они там остались, значит, реально после пара езды через туннель, они обратно... Ну, зачем? Даже, знаете, я даже своих следов не вижу. Кажется, помните, выезжал, были проблемы. А следов-то, ребят, нету. Значит, реально респауниться все-таки. Все, проезжаем вперед. Ну, и, собственно, выезжаем здесь без проблем. Вау, 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 как же кольцо поднялось. Стремно. Так, автомат. И вот тут тоже нужно две доски привезти, но, естественно, негде было там загружаться на этой карте. Надо было далеко бы ехать за ней, поэтому, естественно, я не взял. Все, выполняем вот эту миссию. Едем за досками для последнего моста, потому что явно мне он пригодится на будущее. Так. Загружаемся, ребята. Одиннадцатый уровень! У-ху! Это круто. Так, лесопеку снова в строю. Принимаемся с работой. Вот она, удача-то. Может, это очень хорошо. Так, прицеп я, наверное, здесь оставляю, потому что туда ехать без такой камикадзе, наверное. Единственное, может быть, он мне там пригодится где-нибудь, допустим, этот мост отремонтировать. Здесь лесопилка, здесь мы... А, подождите, здесь же лесопилка. Я же могу, наверное, сам так уж и загрузиться, да? Мне надо никуда ехать. Так, прицеп оставляем здесь. Мне он собачься не нужен. Да, я же могу здесь загрузиться, собственно, говоря, этими самими досками и не мучиться. Че я парюсь вообще. Так. Ну да, раз-два. Поехали, сейчас прямо отвезем. Изи вообще, даже лесопилка рядом оказалась. Потому что я думал, на самом деле, ехать куда-то вот сюда, где-то лес брать. Потому что если мы возьмем вот это место следить, поближайший лесовоз, у нас находится лес. Даже не здесь находится. А я же что-то топанул, мы же реально лесопилку восстанавливаем. Ну, все, это прям вообще идеально по маслу пошло, ребят, смотрите. Бам. Все. Еще и уровень получили. И у нас теперь хорошая дорога. Отличная, мой мост как новый. Ну, такой себе мост, на самом деле, конечно. Хорошо поработали, вдруг мой. Очень хорошо. Старинобоб, вами бы гордился. Шикарно. Так, ну, давайте смотреть, что у нас еще осталось. По сути, что осталось? Какие-то миссии еще непонятные. Здесь надо поехать разобраться с мостами. И какие мосты еще починить? Мост на высоте написано. Развести мост. А где? Прямо здесь мост надо будет, наверное, да? Ну, я подозреваю, что надо будет опять-таки забрать. Поехали, заберем деревья. Только сейчас, наверное, переночуем, потому что уже закат у нас. Классная машина. Мне все-таки мне очень нравится. Даже несмотря на то, что она проигрывает этим Уралом. Потому что нет блокировки дифференциала. Но грязи, они... Она... Грязилки. Блокировка дифференциала вам никак не поможет. Потому что блокировка дифференциала поможет только в том случае, когда у вас проблемы с вывешиванием колес. Только в этом случае, понимаете? В общем, вся проблема. Так. Загружаемся тогда. Давайте посмотрим. Сейчас только, наверное, переночуем, поедем с утра. Хотя вот тут рядом. Наверное, не будем ночевать. Там вырубим фары. И поехали. Топливо есть. Я езжу на заднем приводе. Нормальный мужик. Не очень как-то хорошо позвучал, я понимаю, да? Там прямо. Но тем не менее, друзья, да. Он считает, что лесопилки имеют сейчас все мосты в основном. Я так понимаю, там не должен быть деревянный мост в теории. Очень надеюсь. Да-да. Единственная проблема у этой машины, когда ее нагружаете, и на кочках она бьется, к сожалению. Так, ну что это за мост такой? Привет. Это Тони из нефтяной компании. Наши буретчики никак не могут завести оборудование на точку. Место очень сложное. Без моста тут никак. Возьмешься помочь? Мы хорошо заплатим. Давайте посмотрим, куда надо довезти. Вот вопрос хороший. Ага, вон там, да, мост остановится. А, нужно что подвезти? Деревянные доски? Да, идеально, ребят. Я думал, здесь вот надо будет мост строить, но нет, мне в этом месте не надо. Да, мы сейчас куча миссий там выполняем. Плачем много очков. Немножечко бабла. И на 11 уровне у нас возможно какой-то новый грузовик доступен. Ну, по-моему, он там для новых грузовиков нужен, по-моему, навсегда помнит 12 уровень минимум. По-моему, будет какой-то русский грузовик доступен. Но это не точно. Может, тут сегодня прям идеальная работа. Каких лишних поездок, неизвестно куда. В этом месте хорошая дорога. Вот это заднего привода. Вот здесь вот где-то будет мост. Это внизу, да? Тут тоже почему-то написано поручение. Странно, но ладно. Ну, есть подозрение, что здесь надо будет мосты строить потихонечку. Может быть, даже где-то вон там следующий мост будет строиться. Из-за лесопилки, которую мы возим. Давайте все-таки построим тогда все мосты возможные. Бам. Отличненько прям. А, там мост уже нормальный, кстати, есть впереди. Так, снова мостом работа пошла, по-моему, как по маслу. По машинному маслу. Ха-ха-ха-ха. Какие шутки. Так, ладно, в общем, спасибо, приятель. Хорошо. А, здесь уже миссия исчезла. Ну, у нас весь вот явно какие-то мосты будет. Надо будет, потому что, видите, нарисован... Там, где нарисован такой вот котелок строительный, это строительство каких-то мостов по-любому. И я очень хочу еще вот эту машину отремонтировать, а не покататься. Она тоже будет, наверное, в следующей серии. На этой мы, наверное, с вами заканчивать. Потому что, в принципе, за сегодня все, что хотели, мы с вами сделали. Дальше, мне кажется, возможно будет подразведка. А, возможно, будем делать следующую миссию под названием Лэп, друзья. А эта миссия, это надо будет, смотрите, даже мы сожжем, принимем, смотрите. Купавшему столбу Лэп. А их тут несколько столбов. Металлические балки нужно везти. То есть мы возвращаемся сюда. Забираем прицеп. Идем сюда. Загрузим металлические балки. Где-то, где-нибудь. Подожди, я выйду здесь загрузить. Ага. Значит, мы, наверное, забираем прицеп. И возвращаемся, скорее всего. В принципе, здесь есть нужное оборудование, да. Но проблема в том, что здесь нужна сцепка гаража. Если нет, я не могу сцепку поставить на свою машину. Поэтому вернемся назад. Блин, я даже не знаю, как будем проходить. Будем, короче, думать. Но, в целом, я думаю, вам было интересно. С вами был Клауд. Всем спасибо, что смотрели. Всем всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok